Друзья, здравствуйте. Честно говоря, давно у меня не было столько заметок перед интервью, потому что хочется поговорить очень о многом и, поверьте, сегодня будет очень интересно, потому что с нами сегодня человек, который точно знает, как изнутри работают российские спецслужбы, на которых сейчас, собственно говоря, держится путинский режим. Офицер КГБ с 20-летним стажем Владимир Попов сегодня с нами. Владимир Константинович, здравствуйте. Рад с вами наконец-то познакомиться лично. Взаимно, Алексей, приятно с вами познакомиться. Приветствую, как вас, вашу студию и тех, кто нас слышит и видит. Друзья, для того, чтобы я не тратил время, потому что тем много, объяснять сегодня, почему надо ставить лайки этому видео, я не буду, поэтому просто поверьте, нужно нажать на палец вверх, сделать это, пожалуйста, ради меня. Хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. И вот знаете, Владимир Константинович, так много тем хотелось с вами обсудить, что я долго думал, с чего начать. И вот буквально незадолго до нашей с вами беседы я посмотрел новое интервью Дмитрия Гордона с генерал-лейтенантом Службы безопасности Украины Григорием Омельченко. Потрясающее интервью, кто не видел. И вот там много тоже интересного. Но вот одна история мне особо запомнилась, и я подумал, что будет здорово обсудить ее с вами. Генерал Омельченко рассказывал о том, что Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, в свое время была и агентом штази, и агентом КГБ. Более того, даже проходила стажировку у Путина в Дрездене, и он был ее непосредственным начальником. Вам что-то известно об этом? Вообще вот можете что-то рассказать о влиянии на Меркель со стороны КГБ? Ну, дело в том, что, как бы это поправили сказать, информация в отношении Меркель, что она была действительно агентом штази, и, ну, плюс она, как известно, выходец из Восточной Германии, бывший ГДР, а штази там работал достаточно интенсивно и активно, вербовал большое количество агентуры, исключая того, что она тогда уже, так сказать, была активна в политической деятельности, вполне возможно, что действительно она агентом штази была. Что касается вообще, так сказать, деятельности ГДРовских спецслужб, был там такой Михаил Маркус Вольф, Миша его звали, так сказать, в КГБ, который в 30-летнем возрасте уже возглавил спецслужбы ГДР, очень активно работал, и теснейшим образом и штази, и он сам сотрудничали с первым главным управлением КГБ СССР. А Путин в период пребывания в Дрездене находился в системе этого управления, первого главного управления КГБ. Что касается работы непосредственно Путина с Меркель, честно говоря, сомневаюсь по причине вот какой. Должность его официальной была заведующим Домом культуры СССР в Дрездене. Эта должность была прикрытием лесотрудника советской разведки, и я не думаю, что, так сказать, он мог бы работать с агентурой. Какие-то вспомогательные функции, обеспечение, к примеру, встречи агента ценного, которым наверняка относилась, и Меркель с кем-либо из сотрудников нелегальной разведки, да, допускаю, или, к примеру, официальной разведки, но я не думаю, что это был Путин. Не думаю. А в целом, насколько вам известно, как себя Путин проявил там во время работы в Дрездене? Отзывы о нем хорошие были? Потому что я слышал, что работник из него был неважным. Ну, конечно, неважный. Начать с того, что если бы он был, так сказать, условно говоря, важным, то есть успешным работником, он бы тогда по возвращении из командировки остался бы в центральном аппарате КГБ СССР, то есть в Москве, и стал бы сотрудником первого главного управления. А он откуда уехал? Из Питера. Туда и вернулся. И на должность действующего резерва. Как правило, должности действующего резерва – это были своего рода отстойники. Тот, кто на своей, так сказать, основной деятельности не успевал, не преуспевал, ну, тогда его в действующий резерв. Он так и назывался, хотя это, так сказать, было, как бы сказать, прикрытие и самой функции этой, и как бы название действующего резерва, хотя он был действительно не резервом, а работающим. Но, тем не менее, действующий резерв. То есть, конечно, он не был успешным, это однозначно. Хотя помнится, как Путин говорил, вот я в детстве мечтал стать разведчиком, и стал, гордо говорил Путин, на самом деле не стал. Да нет, конечно, был он сотрудником 5-го отдела УКГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области. С этой должности он и последовал в Дрезденг. Действительно, так сказать, командировки зарубежные для сотрудников КГБ, как и для большинства советских граждан, это было престижно. Хотя ГДР – это, конечно, не ФРГ в те времена, не другая западная страна, но, тем не менее, за границей, возможность, так сказать, скопить каких-то деньжат. Приехал он оттуда, кстати говоря, с 21-й Волгой. Это был предмет мечтаний миллионов людей по тем временам. А что касается успешности и всего прочего, никаких успешным он не был, не случайно, так сказать, его и называли, так сказать, бледный моль. Такой он и был, так сказать, до того периода времени, пока вот как-то скачок в его карьере, ну, прежде чем объясним, произошел после появления его в Москве, пребывая первоначально в составе управления аппарата президента Ельцина, и потом в нем он успешно, так сказать, двигался по карьерной лестнице. И, так сказать, он зашел наверх. Что касается успехов, так сказать, и в нынешней его деятельности, он довольно нередко себя называет, я, кстати, часто в интерьер различных вспоминаю, так сказать, везунщик. Он действительно везунщик, потому что если бы не была бы настолько высока стоимость нефти, все давно бы уже, так сказать, рухнуло вместе, так сказать, с Путиным и его режимом. Покойный и убиенный, так сказать, им Борис Немцов, незадолго за своей гибели в одном из интерьеров, возможно, даже с Дмитрием Гордоном говорил о том, что когда он был в составе правительства, он мечтал, он возглавлял, как раз он инновидический сектор, мечтал о стоимости нефти 12 долларов за баррель. А при этом чудаке Путин, она свыше 100 долларов все время. Капают, так сказать, эти нефти и доллары, благодаря этому, так сказать, и все выглядит более-менее, так сказать, неплохо. Не везущих он, вот в эту часть только везущих, а во всем остальном нет. Со всем миром рассорился, развязал агрессивную войну, гибнут с обеих сторон, так сказать, десятки тысяч людей. Вот такое, так сказать, у него везение у этого злодея. Мы сегодня еще поговорим и об истории Путина, и о его будущем. Вот сейчас, если я начал нашу беседу с тех, кто, вероятно, был завербован российскими спецслужбами, вы просто как кладезь знаний с вами очень интересно будет это обсудить. Вот, например, знаете, неоднократно от своих собеседников я слышал, что у Путина и у ФСБ есть определенный компромат на некоторых европейских политиков. И вот, например, никто даже не скрывает, что в свое время, несколько десятилетий назад в Россию приезжали и такие вот нынче значимые люди, как и Дональд Трамп, и миллиардер Илон Маск. И вот проводили время в Москве с шиком. Илон Маск признавался, что не помнит даже некоторых дней в Москве, потому что так, значит, они кутили. О любви Трампа к женщинам мы тоже все знаем. И вот якобы и на миллиардера Маска, и на кандидата в президенты Трампа в то время могли собрать компромат во время их визита в Россию. На Трампа, например, что-то связанное с его извращениями какими-нибудь или с женщинами там, да. На Маска что-то связанное с его действиями под, например, наркотическим опьянением. В целом, можно ли в это поверить? И действительно существуют ли вот такие компроматы на действующих каких-то политических лидеров в системе КГБ-ФСБ? Простите, я вас слегка поправил, Алексей. Дело в том, что изучение, так сказать, политиков, крупных бизнесменов из других стран и в целом, и тех, которые пребывают в России или в прежние времена в Советский Союз, не цель собрать компромат, а при все излучить личность человека. А в процессе изучения, ну, естественно, либо появляется компромат, либо не появляется компромат. Плюс, помимо этого, изучаются такие, так сказать, стороны деятельности этого человека, насколько он лоялен к этой стране. Опять же, повторюсь, либо к СССР, либо к настоящей путинской России. И все это собирается в досье. Путин, ему не привыкать, так сказать, солгал, когда и в части Трампа ему задавали подобные вопросы, он говорит, ну, что же вы думаете, мы на каждого иностранца досье заводим? На каждого нет, но на человека, заметного в своей стране, заметного, так сказать, в мире, безусловно, это обязанность. Более того, я тоже в одном из интервью об этом говорил, писал об этом в книге, подобное изучение начинается с посещения консульского отдела посольства, либо советского, либо российского. Я думаю, в других странах та самая, так сказать, метода применяется. Приходит человек в консульское подразделение и говорит, я бы хотел поехать в вашу страну, хотел бы с ней поближе ознакомиться, с ее с историей. Естественно, возникает вопрос, а кто вы, так сказать, говоря просто по жизни? Чем вы занимаетесь? Какое образование? И так все. Первоначально выясняется, скажем так, социальный портрет этого человека. Представляет он интерес, или может представить интерес для спецслужб, или же нет? И, соответственно, идет в любом случае при обращении, так сказать, иностранцев за визой, идет сообщение в два адреса, в МИД и в спецслужбу. Пишется, текст он обычный, в те времена, я думаю, он и не изменился. Что такой-то, такой-то обратился за визой. Если не будет возражений, виза выйдет тогда-то. Проверяется там, так сказать, по тем учетам, так сказать, значится человек, как он себя до этого проявил, негативно, либо позитивно, либо никак. Либо, если человек представляет интерес, пишет, что по нашему мнению, то есть по мнению уже, так сказать, резидентуры разведки, потому что консульский отдел, это всегда вице-консул, это сотрудники спецслужбы, что человек, по нашему мнению, представляет интерес, полагаем, что это целесообразно взять его в изучение. Вот, значит, тогда и начинается агентура, аудиоконтроль, так сказать, видеозапись и все прочее. И тем самым формируется досье. А как оно, так сказать, каков итог будет это досье, либо компромат, либо, так сказать, наоборот позитивный, это уже, так сказать, как оно пойдет. Дуже часто питание до меня, как я стал успешным и богатым. Просто я прожив таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил бы, как я, и сделал свои правильные выяснения, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы получить опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество ближнє коло. Это не тренинг и не навчання. Это открытие многих дверей, которые вам, здаются зачиненными. К количественность обмежена, а учасников я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практичный опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходьте за посыланием. Вот так в свое время на карандаш, так сказать, в разработку. Я слышал, что взяли и Аллу Пугачеву, когда она была во время на гастролях в ГДР в конце 70-х годов. Ей даже дали кодовое имя Лара и начали разработку по объекту. Это я цитирую одного из своих собеседников. Более того, я слышал, что Пугачеву даже пытались перевербовать французские спецслужбы и предлагали бежать ей из СССР. Скажите, есть ли связь между КГБ и Пугачевой, особенно в контексте ее постоянных путешествий по Европе с гастролями? Дело в том, что многие деятели шоу-бизнеса любят создавать о себе различные легенды, а порой даже намеренно устраивают какие-либо скандалы для того, чтобы постоянно подогревать интерес к себе. Алла Борисовна тоже в этом плане не очень отличается. В одном из интервью или даже, по-моему, в какой-то книге она об этом писала, что она шла в некотором подпитии по центру Москвы, решила зайти в КГБ, ее без пропуска пропустили, принял ее Бобков и так далее. Такие, так сказать, сказки всякие. Это сказки для людей несведущих. Что касается, так сказать, то, что вы упомянули, разработку Лара, это имеется в виду разработка ГДРовская или советских спецслужб? Советских спецслужб. Но это абсолютно неправда. Абсолютно неправда. Ничего подобного, так сказать, не было. Никто на нее... Более того, я вынужден буду некоторые, так сказать, уточнение сделать. Дело в том, что разработка отличается от первоначального изучения. Изначально, в советские времена, по крайней мере, так это было, получался сигнал, скажем так, о негативной деятельности человека в отношении советской действительности, выступающего негативно. После этого заводился дело оперативной проверки, сокращенно ДОП, дело оперативной проверки. Если во время изучения по этому ДОПу получались более серьезные компрометирующие материалы, тогда заводилось дело разработки. Разработки это уже серьезное дело, она осуществлялась оперативным работником, а при значимости, может быть, даже группой оперативных работников, совместно со следователем следственного отдела КГБСР. Хотя это было по количеству сотрудников управления, но из политических соображений его всегда именовали отделом, не управление. Для чего привлекался следователь, то есть собирались материалы для уголовного преследования. Вот этим отличается разработка. Это уже довольно серьезное дело. Часть Аллы Пугачевой, ну, так сказать, где-то там она, так сказать, подпитие могла какие-то, так сказать, вольности допускать, но не более того. Ну, а для иностранных спецслужб, Владимир Константинович, она могла представлять интерес, например, для тех же служб ГДР, да, вот могли ли попытаться выйти на нее, как и завербовать, например, как агента влияния. Исключено, Алексей, исключено. Для ГДР нет, это был, это был, скажем так, младший, но очень серьезный партнер спецслужб Советского Союза. Поэтому для ГДР вербовать советского, так сказать, человека, это было бы не то, что нонсенс, а табу, строжайшее. В части французских спецслужб, допускаю, потому что, скажем тогда, такие, так сказать, выдающиеся балетные артисты, как Барышников, Годунов, которые, так сказать, не вернулись на Запад, подобные, так сказать, акции, когда люди, известные в Советском Союзе и в мире, отказывались возвращаться в СССР, это, как полагалось, так оно действительно наносило серьезный политический ущерб Советскому Союзу. Поэтому в случае возвращения Пугачевой, конечно, это было, так сказать, заслугой французских спецслужб. Это допустимо. Отчасти ГДР исключается полностью. Сейчас вот Пугачеву клеймят позором в России, объявляют там чуть ли не предателем, да, у них там все предатели, все террористы, Пугачева, Галкин, Ургант, кто там, Нойз МС, Моргенштерн, Акунин, Шевчук, Каспар, но этот список можно продолжать бесконечно. В начале этого года Путин был на заседании коллегии ФСБ, где публично в открытой части этого заседания, ну, грубо говоря, отдал приказ найти так называемых предателей, да, Пугачевы это тот самый предатель, о котором говорил Путин, найти вот всех предателей, где бы они ни находились, и воздать им по заслугам. Ну, некоторые трактовали вообще чуть ли не как приказ к расправе за границей над теми, кого путинский режим считает преступниками и предателями. Как вы считаете, следует ли, например, той же Пугачевой, вот тем людям, которых я сейчас назвал, опасаться за собственную жизнь, потому что мы видим, что Путин, в общем-то, большое количество таких красных линий в плане убийства тех несогласных, да, он уже давно перешел. Ну, дело в том, что этот мерзавец может учинить что угодно, если он, так сказать, как он, так и его, так сказать, комарили, грозят ядерной войной, да что ж там, надо двух, там, или десять человек убить, это как бы, так сказать, и не в счет. Может все, но я не думаю, что прямо такие массовые акции будут. Одно дело, скажем, как человек, который угнал к вам в Украину вертолет, и, так сказать, еще были расстреляны два члена его экипажа, вот, да, грунт, так сказать, отомстил, так сказать, ну, хотя он сам был неосмотрительный, конечно, вот его расстреляли, либо другие акции. Такие, как, кого вы перечислили из деятелей шоу-бизнеса, я не думаю, что, так сказать, Путин бы на это пошел. Есть цели более серьезные, скажем так. Ну, а в целом, так сказать, что там его личных особенностей, конечно, это мерзает способен на все. Вот эту историю, которую вы вспомнили, о пилоте, который продал российский вертолет, мы буквально через минутку поговорим, потому что хотелось бы вспомнить ее в контексте того, насколько свободно сейчас чувствуют себя российские киллеры в Европе. Единственное, заканчивая вот эту подтему о тех, кто был завербован КГБ, я посмотрел ваше интервью с Александром Демченко, к моим коллегой с YouTube-канала Дмитрий Гордон. Кстати, друзья, если вы не видели, обязательно посмотрите, там тоже много интересного, поэтому я стараюсь, чтобы мои вопросы не повторялись, но вот одну личность, которую мы с ним, кстати, между прочим, обсуждали, это патриарх Кирилл по фамилии Гундяев. Да, и вот мне тоже рассказывал один из бывших сотрудников КГБ, что в свое время, и, кстати, Deutsche Welle об этом писали, немецкие СМИ об этом писали, что, значит, расследователи изучили биографию Гундяева и опираясь на данные, в том числе из внимания швейцарского федерального архива, утверждают, тоже был кадровым сотрудником КГБ в Европе, причем у него даже был псевдоним, псевдоним был Михалыч, и даже курировал он в 70-е годы нефтяную и табачную отрасль, за что в бандитской среде получил прозвище «табачник», потому что табаком занимался. О Гундяеве можете рассказать? Мы понимаем, что, скорее всего, его сотрудничество со спецслужбами, оно очевидно, да, занимать такую должность, и в целом, особенно еще во время, такую карьеру сделать в Минно-Советском Союзе, довольно сложно, не сотрудничая со спецслужбами. Однако, может быть, вам известно больше. Ну, как бы сказать, в общем, да, конечно, в этой части я знаю немало, в части Гундяева я не держал в руках его, так сказать, агентурное дело, то, что агент, тут, конечно, безусловно. Кстати, ваш украинский, боюсь, правильно, правильно лизованный на его должность, метрополит, по-моему, или архимандрит, Филарет в интервью с Дмитрием Гордоном признавал, что, так сказать, все иерархи были завербованы. Да, начинали не то, что с академии, так сказать, где обучались будущие священники, а, так сказать, с религиозных школ уже подбиралась агентура, вербовалась, а потом они выращивались, так сказать, спецслужбы всегда, если человек, агент завербованный представляет интерес как агент, его, так сказать, выращивают, помогают ему двигаться по карьерной лестнице, либо это, так сказать, в обычной гражданской жизни, либо церковной, скажем так. Вот такой был и Кирилл, тоже и выращен. В части того, что он был сотрудником, это полностью случается, агент это и есть агент, то есть есть оперативные работники, которые вербуют и осуществляют работу с агентурой, а есть агентура. В свое время при создании советского, не советского, еще тогда, России, из-за рождения чекистских органов, тогда был, так сказать, такой введен институт, как секретный сотрудник, как называли. Это была та же самая агентура. Сексот, да. Сексот, да. Так сказать, вот такой, именно нарисательный, который стал. Но как она стала нарисательной, потом, так сказать, появились осведомители, агентуры и так далее. Вот. Так что, в части Гундяева, да, конечно, агент, но, конечно, не оперативная работа. В части Табачника, да, потому что при Ельцине были созданы преференции, так сказать, таможенные для церкви, вот, и они активно, так сказать, возили спиртные напитки, табак и все прочее, тем самым, пополняя церковную казну, с тем, чтобы не перегружать российский бюджет, без того того, дохлый. Кстати говоря, этим занимался, так сказать, и Шамиль Торпищев, тоже агент КГБ, который возглавлял советский спорт. Вроде бы спорт, и в то же время продажа табачных и спиртных напитков, изделий. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Редактор субтитров А.Семкин «Береги кадык» Друзья, если вы не прислушались к моей просьбе и не поставили лайк этой беседе в начале, мол, что ты, что ты, Алексей, просишь сразу пальцы вверх нажимать, вы еще не заслужили. Но я думаю, тут не то, что даже слово «заслужили» уместно, мне кажется, таких историй, как сегодня рассказывает Владимир Константинович, сложно еще где-то найти, поэтому, друзья, обязательно, обязательно поставьте палец вверх, пускай большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу. Вы вспомнили очень показательный пример расстрел российского пилота, который продал Украине военный вертолет. Он уехал в Испанию и в итоге там, ну, вроде говорят, что связался с своей бывшей девушкой по телефону, вроде пригласил ее к себе, его так вычислили, его местонахождение, и, в общем, что в итоге? Шесть пуль в упор и несколько раз переехали его труп на автомобиле. Удивило то, что все это произошло, ну, вот, практически там средь бела дня, ну, условно говоря, да, то есть, мы видим, что на этом примере российские киллеры, ну, очень свободно, абсолютно чувствуют себя в Европе. Ну, мы можем вспомнить даже дело из Солсбери, да, и всяких этих Чипиг, Мишкиных, Петров, Башировых и так далее. Петровых и Башировых. Как бы вы оценили, вот, насколько действительно возможности российские спецслужбы, особенно если мы говорим о российских киллерах, которые выполняют грязные поручения путинской администрации, оно, как оно эволюционировало за последнее время? То есть, действительно, мы помним это выдворение дипломатов, когда говорили, что агентурная сеть была очень нарушена. А вот, вот, насколько действительно их стало больше, меньше, как они себя там чувствуют сейчас в Европе? Ну, если вспомнить Хашегов, по-моему, один из чеченских боевиков, известный, который был застрелен тоже, так сказать, сотрудником спецслужбы России, который отбывает наказание пожизненное, по-моему, в Германии, или, если я не ошибаюсь, Красиков в Германии, верно, да. Красиков, да, 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 который якобы Путин перед убиением Навального, бедолаги, якобы хотел обменять. Большая часть провальные, за исключением вот этого, так сказать, убийства пилота-вертолета, которые смогли совершить это убийство и благополучно скрылись. А так, как правило, провалы, провалы, если вспомнить, опять-таки, если мне память изменяет, так как я очень молод, память не настолько мобильна, Яндарбиев, по-моему, который был в Катаре взорван грушниками, может быть, тоже помните эту историю, когда они, так сказать, настолько наследили, что в машине, которую рентовали, оставились там обрывки проводов, которые, когда они монтировали взрывное устройство и все прочее. То есть, большая часть провалили эти операции. Ну, в отличие от, действительно, убийства пилота-вертолета прошло, в общем-то, для спецслужин России удачно. То есть, они совершили это убийство и, вот, полностью скрылись, не были задержаны. И нефицированные пока. Владимир Константинович, а вы говорите неудачные. За счет чего? Недостаточный профессионализм или, наоборот, хорошая работа европейских спецслужб, которые мешали? То, о чем я говорю, на мой взгляд, предельно низкий профессионализм. Предельно низкий. И, порой, когда меня спрашивают, а в чем причина? Потому что, я всегда говорю, когда все разгонило в режиме, а у Путина так оно и сверху донесло. Ну, соответственно, и такой уровень спецслужб. Вот вы вспомнили о вероятном вот этом готовящемся обмене Навального на этого киллера Красикова, который убил чеченского командира в Германии. В целом, даже Путин признал, но он не говорил фамилию Красикова, но он признал, что разговоры об обмене Навального были. Красиков просто самый вероятный вариант для обмена. Как вы считаете, насколько важно для Путина вернуть этого киллера? Думаю, что никакой важности лично для Путина это не имеет значения. Единственное, единственное, и Путин, так сказать, как он выходит из спецслужб, сейчас это повторяет, и, естественно, такая догма в спецслужбах существует, своих не бросаем. То есть пытается всегда вытаскивать, тем самым показывая будущим либо киллерам, либо те, кто будут задержаны в других странах и преданно суду и помещено в тюрьму, что их не бросят, вытащит. Иначе у них символы не будет никакого работать. То есть они попросту будут сдаваться или будут выдавать всю информацию. Цель только в этом. Тут, кстати, обувисти нас... Я хочу сказать, что если для Путина сотни, сотни, буквально сотни и тысячи, и десятки тысяч людей, гибель людей ничего не значит, как у вас в Украине, так и гибнущих солдат, которые воюют на этой агрессивной войне, ничего не значит. Что для него это красит, Фин? Ничего, ровным счетом. Согласен, согласен. В целом, о смерти Навального недавно вспомнили журналисты Wall Street Journal. Они опубликовали материал со ссылкой на американские спецслужбы и утверждают, что Путин приказа убивать Навального не отдавал. Что, мол, либо так совпало, либо кто-то это сделал без прямого приказа, видимо, желая, не знаю, выслужиться. Журналисты утверждают, что Путину это было невыгодно. Комментаторы уже пишут, что, вероятно, американские спецслужбы слили такую информацию в американские СМИ для того, чтобы возобновить переговоры какие-то по обменам. Вам какая версия кажется наиболее реалистичной? Вот сейчас уже много времени достаточно прошло с дня смерти Навального. Какой версии, когда эмоции, так сказать, стихли, какой версии придерживаетесь вы и как вы считаете, почему вот сейчас в американских СМИ могла начать появляться вот эта информация, что Путин здесь ни при чем? Ну, потому что широко в настоящее время массируется тема возможных переговоров России, скажем так, российского руководства, ну, при всеми, конечно, Путина с руководством Украины либо о перемирии, либо о прекращении военных действий. Поэтому для американских спецслужб для создания более позитивного, так сказать, отличного, реалистичного образа Путина, более, скажем так, человечный, что ли, ну, вот вроде не отдавал он приказы, так сказать, конкретно убивать Навального. Но дело еще и в том, есть такое, так сказать, юриспруденции в криминалистике прежде всего понятие эксцесс-исполнителя. Эксцесс-исполнителя, когда, к примеру, человек, ну, может, я условно, так сказать, такой пример приведу, скажем, нанести один удар ножом или один выстрел, или, скажем так, вот в обиеного пилота шесть выстрелов было бы, хотя, наверное, хватило бы там и пару их. Вот. Эксцесс-исполнитель. Когда, так сказать, исполнитель превышает, так сказать, ну, те необходимые меры, которые были необходимы. И еще есть, так сказать, такое, так сказать, явление, как стремление угодить. Путин мог не давать прямого указания, ну, давайте мы от Навального возьмем. Но тот, кто это сделал, поливал, мы Путину сделаем тем самым, так сказать, приятным. Он же хотел от него избавиться. Вот мы, так сказать, взяли от него и избавились. Вот таким образом. Дуже часто вопрос до меня, как я стал успешным и многим. Просто я прожил таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, чтобы каждый, кто прожил как я и сделал свои правильные выяснения, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы отримать опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество ближнє коло. Это не тренинг и не навчание. Это открытие многих дверей, которые вам остаются зачиненными. Кількость обмежена, а у я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практический опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов необычные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходите за посыланием. Это очень напоминает дело журналиста Гангадзе. Я общался в свое время с генпрокурором, который тогда возглавлял это дело, и он говорил, что вроде бы действительно вот этому Пукачу, который сейчас сидит в тюрьме, вроде бы приказа именно там отрезать голову условно, убивать Гангадзе, такого приказа не было. Был приказ припугнуть. Просто он в порыве, как бы желая выслужиться, или в порыве вот этой безнаказанности мог перейти вот эту линию. Вот вы об этом говорите. Эксс исполнители. Но в целом это скорее говорит, наверное, о том, кто исполняет, да? То есть человек настолько выживается безнаказанностью, или как это объяснить? Прежде всего это говорит о личных качествах человека. Нормальный человек просто на это не пойдет. Ну как, взять человека, так сказать, убить, а еще и голову отрезать. За рамки, так сказать, любой морали выходит. Да, согласен с вами. Вот вы сказали, что сейчас готовятся возможные переговоры мирные между Россией, Украиной, возможно, за посредничеством. Ну, конечно, официальные заявления звучат так, что мы будем действовать только через мирный саммит в июне, на который Россия не приедет. Значит, мы предоставим такие в план своего мирного урегулирования. Однако все больше появляется информации, ну, скажем так, слухов, да, и сливов информации из разных структур о том, что, возможно, кулуарные переговоры на уровне, как минимум, советников президентов и советников лидеров администрации могут начаться или начались уже, как вы считаете, в этом году есть ли шанс прийти к какому-то консенсусу? Ну, скажем так, давайте сформулирую прямо вопрос, если можете, если у вас есть как бы соображения по этому поводу, ответьте. Как вы считаете, боевые действия в этом году прекратиться могут? Хотелось бы, скажем так, дело в том, что в настоящее время я свою точку зрения на это, так сказать, выскажу, она находится в таком, так сказать, для обеих сторон сложном положении, то есть она с одной стороны как бы не то, чтобы замерла, но активных продвижений у обеих сторон нет. Нет больших достижений у России, у Украины уходит в вынужденную оборону, потому что тех средств необходимых для проведения активных действий она в настоящее время достатки не имеет. Запад очень медленно осуществляет свою помощь обещанную и, конечно, Украине довольно сложно. Поэтому, в принципе, для, я не берусь, так сказать, судить о позиции Украины в данном случае, а для России, конечно, было бы лучше, так сказать, было бы проще, так сказать, договориться, ну а в чаще договора, естественно, пойдет торговля о тех территориях, которые Россия уже вроде как, так сказать, не вроде как, а уже оккупировала. Поэтому вопрос совершенно сложный. С одной стороны, для населения обеих стран, конечно, лучше бы, чем быстрее, прекратить эту, так сказать, бойню, вот. А с другой стороны, вот такое, так сказать, как говорят здесь, в англо-говорящих странах, лимба, так называемая. То есть вот такая ситуация тупиковая, особого выхода из нее и не видно. Ну вот просто ваше личное ощущение, как вы думаете, обозримом будущем боевые, именно боевые действия закончатся? Все будет зависеть от возможности Украины обороняться. Если эти, так сказать, средства будут предельно минимальны, тем, чем она может обороняться, начиная от, так сказать, артиллерийских снарядов и всего прочего, тяжелой техники, авиации, прочим, просто будет нечем, так сказать, сопротивляться. А Россия, конечно, этим, безусловно, воспользуется. Более того, если бы Россия, руководство России, как политическое, так и военное, было уверено в возможности достижения своих целей именно военным путем, то есть именно проведением боевых операций, она бы не терроризировала Украину этими бомбежками, немыслимым мирных городов, уничтожая инфраструктуру и все прочее. Она, так сказать, по-другому действовала. Они имеют, так сказать, возможность все-таки преодолеть героическое сопротивление Украины. Остается ее терроризировать попросту. С тем, чтобы сломить моральный дух народа. И вот не только против мирных жителей мирных украинских городов идет террор. Недавно была довольно громкая новость о том, что в Польше на президента Владимира Зеленского готовилось новое покушение, якобы там с помощью одного из местных жителей, одного из поляков российские спецслужбы пытались узнать, ну, скажем так, особенности безопасности аэропорта в городе Жешу для того, чтобы совершить покушение на Владимира Зеленского. Вы знаете, я слышал разные тезисы и один из них звучал так, что хоть Владимир Зеленский и говорит, что на него было оказано уже более десяти, совершено более десяти покушений, все равно сейчас уже на третьем году войны существует определенное, ну, скажем так, негласное правило. И, возможно, даже договоренность, участие в которой принимают и Соединенные Штаты, что лидеров государств Владимира Зеленского, Владимира Путина, там, образно говоря, Джо Байдена, да, и там еще ряда стран, они неприкасаемы. Независимо от того, как будут развиваться боевые действия, мы видим, что Владимир Зеленский отважно ездит в зону боевых действий, не переживает, что вот якобы задача его убийства не стоит. Как вы думаете, может ли существовать такое негласное правило, или же Владимир Зеленский постоянно находится под угрозой и желание его убийства у Путина никуда не пропало? Ну, я думаю, что в части табу, так сказать, на физическое устранение лидеров стран, конечно, оно существует, так сказать, в мировой практике недопустимо, но здесь нужно в части конкретно Владимира Зеленского учитывать вот такие два момента. Первое заявление, если я не ошибаюсь, было сделано, то, о чем я говорю, в числе первых моих упоминаний, Путином во время, по-моему, это была коллегия прокуратуры России, на которой он сказал о терроре, имея в виду в Крокус-центре в Москве, сказал буквально следующее, что нужно помнить всем, что террор обоюдоострое оружие. Это первое. Второе, второе в России все время муссируется вопрос о легитимности Владимира Зеленского после, если я не ошибаюсь, 24 мая, когда истекает срок его официальной каденции. То есть, после 24-го, по мнению, почему это, так сказать, муссируется, он не легитимен, по-российским понятиям. А раз и легитимен, можно и убить. То есть, это уже, мол, не президент, да, это правило не распространяется. Да. Сегодня буквально, кстати, по-моему, утром перед нашей с вами беседой Песков снова нечто подобное сказал и даже сделал такое громкое заявление, которое растащили на заголовке «Судьба Зеленского решена», сказал Песков. Что бы это ни означало, это расценивать как угрозу, как думаете? Прежде всего, психологическое воздействие на него. Для того, чтобы согласиться, ну, редко бывает так, это, так сказать, бывает, как в запале, как он, так сказать, в крайне сложной психологической ситуации человек кричит, я тебя убью, к примеру. Настоящий убийца, как правило, не говорит, я тебя убью, он просто убивает. Вот, кстати, весной якобы планировалось это покушение на Владимира Зеленского в Польше, и как раз весной, по словам генерала Буданова, главы украинской разведки, Россия может попытаться убить нескольких известных украинцев. Еще зимой сделал такое заявление глава украинской разведки Буданов, и тогда наши зрители гадали, кто это может быть, и понятное дело, что в первую очередь это могут быть военные руководители или политики, но речь Буданова шла еще и о лидерах общественного мнения. Ну, у нас начали называть сразу Алексея Арестовича и Дмитрия Гордона, и кого только не вспоминали в этой связи. Как вы думаете, может ли на такой шаг пойти Путин, образно говоря, устроить террор среди лидеров общественного мнения в Украине для того, чтобы посеять панику и показать там невозможность, например, Украины защитить тех, кто поддерживает Владимира Зеленского? Вы знаете, Алексей, этот вопрос очень сложный, я скажу почему. Потому что порой бывает так, что, ну, скажем так, либо позиция, либо политика политического руководства и спецслужб может разниться. Потому что я условно, просто, так сказать, гипотетически буду высказываться. Скажем так, к примеру, в окружении Путина есть его противники, скрытые противники, которые, естественно, никак это не демонстрируют, как можно навредить Путину? Вот как раз совершить те преступления, о которых вы говорили. То есть такие убийства могут сыграть против Путина и Путина можно, это будет аргумент для того, чтобы объявить Путина, не знаю, на следующем, на каком-то юридическом уровне, не знаю, террористом, например, убийцей. Ну да, ну да. А вот вы говорите, в окружении Путина есть люди, которые являются его противниками. Я допускаю это. Наверное, это и есть, конечно, но не все, что-то, так сказать, там безмозглые люди. Они же понимают, что он страну, мало того, что уже в тупик завел, и ведет ее и дальше. Ну вот тот же генерал Буданов, о котором я сегодня вспоминал, он говорил, что сейчас наибольшее количество шансов, например, ликвидировать Путина, как раз не у западной спецслужбы, не у украинской разведки, там, да, а у тех, с кем Путин сейчас не боится оставаться в одной комнате. Он говорит, что в какой-то момент окружения Путина, когда поймет, может пойти на то, чтобы для того, чтобы спасти себя, ну и, возможно, спасти страну от какой-нибудь, не знаю, ядерной глобальной войны, могут пойти на то, что Путина, ну, так или иначе, или убьют, или отодвинут от власти, или отправят ссылку, или закроют в тюрьму, ну, разные варианты могут быть. Вы, в целом, в такой сценарий, что, скажем так, в ликвидации Путина примут участие кто-то из его окружения. Вы можете поверить? Может быть, даже не обязательно, скажем так, как близкое окружение, а вот из среды спецслужб вполне. Как это может произойти? Вот по каким маркерам мы можем понять, что, вот, скажем так, какие основания, какие новости мы должны увидеть, какие, ну, по каким признакам мы можем понять, что этот момент, когда такое может произойти, он приближается? Алексей, если мы с вами это поймем, Путин поймет нас еще раньше. Поэтому не поймем. Это произойдет в одной части. Бах, и нет. То есть, грубо говоря, одним утром мы проснемся и увидим в новостях, что Путин умер. Но, да, что на самом деле с ним произошло, мы никогда не узнаем. Я в одном из интервью довольно, так сказать, давнише, может быть, год или два назад еще об этом говорил. Ну, скажем так, перетрудился, Володя, утомился, ну, умер, устал. Вот так оно и будет в одной части. Раз и нет, Володя. Как вы думаете? Как? Самое страшное, что будет дальше, вот вопрос еще. Я тоже во многих это интервью говорю и в книгах пишу. Самый сложный вопрос, что будет дальше? Потому что начнется передел, передел собственности. Те, кто во власти из числа спецслужб, они, люди далеко не бедные, накопили немалые средства. И они их просто так не отдадут. Какой вам сценарий после смерти Путина кажется наиболее вероятным? Это действительно начнется кровавая баня условная? Да. Я глубоко в этом убежден уже на протяжении многих лет. Кто может стать основными ключевыми игроками этой игры престолов образно? Это опять, так сказать, как и Путин, как я часто это говорю, и не я один высказал, как черт из табакерки. То самое будет и с тем, кто придет. Пока просчитать все довольно сложно. Совершенно неожиданное. Но, скажем так, основной из действующих сил, которая будет бороться за удержание власти, это будет ФСБ, которая, по версии моего постоянного собеседника Юрия Фельштинского, и знаю, что вы близко с ним знакомы, вот он утверждает, что именно ФСБ и сейчас стоит за Путиным, и они на самом деле правят Россией. Так вот, грубо говоря, именно они станут главной силой, которая будет претендовать на то, чтобы поставить нового ставленника на российский престол. Ну, естественно, потому что они этот режим и создали, и его удержали. Поэтому именно они будут, так сказать, действующие силы. Более того, буквально на днях Марина Певчих, наверное, вам знакома, так сказать, это имя и фамилия, вот, она правильно отметила, что Чубайс, который совершенно, так сказать, несторонний человек для Путина, сейчас активно в западном мире продвигает идею о том, что после Путина режим должен быть идти по пути больше демократизации, но возглавлять этот процесс должны те же славные чекисты. При поддержке олигархов? Ну, естественно, потому что олигархи без них никуда, так сказать, и не денутся. А значит, что? Куда? В тюрьму. В Украине, раньше, знаете, был такой стереотип, вот, обыватели, да, ну, и вот люди, скажем так, которые от политики были далеки, они верили всегда, ну, в общем, как бы, да, и так, наверное, и было отчасти, они верили в какую-то группу олигархов, которые руководят всей страной, руководят депутатами, руководят президентом, а вот в России, как я понимаю, ситуация совсем другая, да, то есть олигархами руководят силовики и Путин, как главный сейчас КГБшник, да, ТИФС, ФСБшник, современность. Безусловно, потому что весь этот олигархат российский и был создан спецслужбами, и в немалой степени, даже, как бы сказать, не то, что при их участии, потому что, когда Советский Союз уже был бы крафту, начиная с 88-го года по 91-го, когда он рухнул, активно выводили средства, партийные средства, средства КПСС. Вот они и вливались, так сказать, в то, что стало потом олигархатом. В банки перечислялись крупные суммы в какие-то бизнесы, и на этом быстро олигархи поднялись, конечно, благодаря, так сказать, спецслужбам. Можно ли сказать, что те олигархи, которых, наверное, которые, чьи имена у всех на слуху, и наши зрители, я думаю, и без меня их спокойно перечислят, можно ли сказать, что они тоже были, ну, скажем так, как это правильно сформулировать, ну, не агентами, да, или, а возможно, ну, не кадровыми, вернее, сотрудниками, но агентами российской спецслужбы, и кроме денег делились еще и, возможно, чем-то, информацией, чем они могли еще, сферами влияния. Ну, безусловно, прежде всего, информация, и здесь можно не оговариваться, я не думаю, что ошибусь, сказав, что в пределах от 90 до 99 процентов, а может даже и все 100, всех российских олигарх это агентуры в прошлом КГБ, ну, еще и ФСБ. В части делиться, прежде всего, конечно, так сказать, теми средствами, которые они имеют возможность, благодаря крыше ФСБ, и зарабатывать. Ну, и, конечно, если в прежние годы, возможно, они еще могли, так сказать, добывать какую-либо политическую, либо экономическую информацию, а сейчас, с учетом того, что все они под санкциями, в этой части, так сказать, вряд ли их возможности, так сказать, широки. А в части денег, конечно, дельцы, без этого нельзя. Мне, Владимир Константинович, еще было бы очень интересно узнать ваше мнение по поводу вот всей этой истории с двойниками Путина, да, вот мы с вами говорили, в одно утро проснемся и сообщат, что Путин там умер, перетрудился, да, может, на самом деле убьют. Они, ну вот, некоторые мои собеседники говорят, что возможно для того, чтобы какое-то время переждать после смерти Путина и как бы, ну, все сделать правильно, грамотно, нужно будет какое-то время вместо того же мертвого Путина показать народу кого-то, кто сыграет его роль. Вывод ту историю про то, что сейчас уже Путин пользуется услугами двойников, ну, не просто, да, там, в целях безопасности из серии в машине поехал двойник, а вот тот, ну, на том уровне, на котором об этом говорят, да, даже, возможно, с политиками. Вы в это верите? Нет, абсолютно. Нет. Я тоже в ряде интервью все об этом говорю. Прежде всего, вот к какой причине, я всегда это, так сказать, и подчеркиваю, когда говорю об этом, наличие двойника для того, кого он, так сказать, ну, как бы сказать, двойник, что ли, кого изображает, представляет опасность, потому что двойник выступает так, как он настоящий, так сказать, действующий лидер. Поэтому по его команде, так сказать, настоящего далеко могут устранить. Это я настоящий, а он-то двойник. Ну-ка давайте его гропнуть и быстрее все. Ну, если такие люди существуют, получается, со смертью настоящего они тоже должны умереть сразу. Ну, естественно, даже до его смерти. Еще и так. Я не допускаю, абсолютно, они допускают абсолютно, но это, это нонсенс. А вообще в системе КГБ не применялись такие методы, как похожие люди двойник? я, я знал одного, так сказать, своего коллегу, они с братом были абсолютные близнецы, трудноразличимые. И поэтому они оба закончили высшую школу КГБ, тогда она так называлась, теперь это Академия ФСБ, высшая школа КГБ. И предполагали их отправить в заграничную командировку, так как они двойники. К примеру, один, всегда ведь, так сказать, разведчику, действующий с легальных позиций под прикрытием посольства, сложно уйти от нарушки, потому что нарушка, так сказать, следует по пятам, с тем, чтобы выявить агентуру, с которой он работает, или с тем, с кем он пытается, так сказать, устанавливать оперативный контакт. А наличие, так сказать, близнецов в этом случае действительно могло бы сработать. Один внутри, а другой вышел. Какой из них? Или в разные стороны разбежать? Сложно. И как получилось? Сработала эта схема? Ну, один из них серьезно увлекался спиртным, поэтому в зарубежный поехал. Поехал один его брат. Вот. То есть, вот такой, так сказать, опыт имел место. А в части двойников, ну, условно говоря, общеизвестно, что разведчики, которые действуют, опять-таки, с легальных позиций под прикрытием посольств, как, ну, в данном случае, либо Советского Союза России, да и других стран, примеров таких много, используют различные маскировочные средства, парики, так сказать, грим и все прочее. Этим, кстати говоря, так сказать, не брезговал Юрий Андропов, когда выезжал на встречу с наиболее ценной агентурой, при том, он ездил не на Зиле, так называемой, еще на Возе, а на обычной, внешне обычной Волге, но у него двигатель был, так сказать, Чайковский, она очень мощная была, застойными шторками возил его, близкий к нему человек, еще близкий со времен работы в Будапеште, посоль СССР, Евгений Калугин, нет, не Калугин, Калгин, Евгений Калгин, да, вот, так вот, выезжая, так сказать, на эти встречи, Андропов гримировался и менял свой внешний облик, то есть, такие, так сказать, попытки есть, в части двойников, но я в это не верю, может быть, я заблуждаюсь, но я в это не верю. Напоследок, Владимир Константинович, тут же новые слухи о смерти, о смерти, да, вероятной смерти скорой, но в первую очередь о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет, и западные СМИ пишут, и новая газета Европы пишет о том, что у него некроз поджелудочный, но мы в целом видели, как два месяца назад он сильно поменялся, действительно он очень распух, сейчас он очень выглядит плохо, его видео, которые выставляет пресс-служба, смонтированы буквально по слову, то есть, когда он говорит, ну, я почти 10 лет работаю на телевидении, но я это сразу слышу, то есть, ну, действительно, либо большие паузы он очень делает, и это подрезали, либо он говорит слишком медленно, ну, явно видно, что монтаж там какой-то определенный применен, его часто снимают со спины, не показывают крупным планом, и, ну, помним, такое же было, и тогда там Кадырову пришлось доказывать, что он не умер, что он не лежит в СНБ в Москве, в общем, тоже как-то образом выкручиваться каким-то. Как вы думаете, в случае смерти Кадырова, насколько это будет серьезная проблема для Путина, получится ли у Путина удержать стабильность в Чечне, да, есть ли план на случай смерти Кадырова, или же мы можем увидеть, как Чечню может захлестнуть, ну, война кланов, образно говоря, которые будут бороться за место Кадырова. Я думаю, что с учетом всего того, что вы перечислили, это серьезнейшие проблемы для Путина в настоящее время. Действительно так. Потому что, так сказать, Кадыров, с учетом того, что он сын Ахмата Кадырова, так сказать, действительно является национальным лидером, и, так сказать, сумел удерживать все эти вот эти тейпы, так сказать, чеченские, так сказать, в том состоянии, когда они, так сказать, достаточно миролюбивые к друг другу относились. Когда они станут его предсказать, что там будет происходить сложно. Ситуация, конечно, взрывоопасная, безусловно, как там, так и в целом во всем Кавказе. Дагестан, Ингушетия, так сказать, может все полыхнуть буквально. Вот вы знаете, кажется, что у Кадырова есть план на случай собственной смерти, потому что мы видим, как он продвигает и своих детей, да, ну и в целом там свое окружение, доверенных своих лиц, повышает по карьерной лестнице, отправляет Москву работать в Миноборону и так далее. А вот у Путина такое чувство, что плана на случай собственной смерти нет никакого. У него нет преемника. Мы не можем абсолютно сказать, кому бы Путин сам хотел бы передать власть после своей смерти. Как вы думаете, вот просто на финал, да, такой вопрос, вот такой план в голове у Путина, как вам кажется просто, есть ли? Или специально он его не разрабатывает для того, чтобы этот план не привели в действие, скажем так, раньше времени и не отстранили его от власти? Алексей, он мессия. По его мнению, он глубоко в этом укоренился, он мессия. Ну какой же у мессии может быть преемник? Мессия. То есть, не буду править вечно, а если не буду править вечно, то после меня хоть потоп. Верно? Совершенно верно. Спасибо, Владимир Константинович. Друзья, я уверен, сегодня было огромное количество тем, на которые у вас явно есть собственное мнение. Я уверен, вам было так же интересно, как и мне. Если хотите видеть наши беседы с Владимиром Поповым чаще, обязательно поставьте лайки этой беседе и подпишитесь. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона, для того, чтобы не пропускать в том числе новые встречи с офицером КГБ Владимиром Поповым. Владимир Константинович, благодарю вас еще раз. Действительно, очень рад был познакомиться лично. Взаимно, Алексей, поверьте, говорю это искренне. Спасибо вам. До новых встреч. Благодарю вас, друзья. Спасибо, что были с нами. Увидимся. До свидания. Всего вам доброго. Я всегда заканчиваю одной и той же фразой. Украине мира и добра. Благодарю вас. Это очень ценно. Спасибо.